Приветствую вас, и поскольку свой вопрос вы задаете относительно того, как в виртуальном общении подогревать к себе интересные мужчины, то я постараюсь ответить на него наиболее конкретно, чтобы вы, учтя мнение коллеги, все-таки получили ответ на свой запрос. Значит, первое, что вам нужно сделать, это разделять взгляды вашего мужчины, разделять его интересы, спрашивать у него о том, чем он хорошо разбирается, чтобы у вашего мужчины была возможность не только раскрыть себя с наиболее полной стороны, не только показать себя осведомленно, но и чтобы он чувствовал, что вам интересно то, что интересно ему. Для этого нужно, ну, для начала узнать, что вообще молодого человека интересует, и далее выбрать тот интерес, который вам больше всего будет по душе. Ну, то есть, наиболее приближенный к вашим интересам, и вот в нем вам и нужно соприкасаться с молодым человеком. Да, спрашивать что-то, узнавать, вести диалог, может быть, если хотите самостоятельно что-то узнать в этой связи, чтобы было о чем поговорить, ну и так далее. Поверьте, если вы дадите мужчине возможность, вот, почувствовать себя значимым, почувствовать, что он может раскрыть вам что-то, причем это что-то будет интересно ему, то вот это, знаете, зацепит мужчину довольно сильно, потому что, ну, такой человек, чтобы вот разделял твой интерес, да, что-то спрашивал в этом направлении, еще и женщина, ну, это вообще редкость. Поэтому мужчина, если он, ну, как бы сказать, стандартный набор характеристик, да, то есть, без каких-то специфических шерст характера, то есть, уверенный, что без самодостаточный, он вот на это очень хорошо отреагирует. Это первый момент, да, то есть, разделение интересов своего мужчины. Попытка, поскольку вы выступаете инициатором, да, то попытка, соответственно, значит, делать его интересы своими. Но, в процессе разговора вы можете, вот, помните, когда мы говорили о том, что вы при выборе интересов выбираете тот, который вот вам наиболее, ну, как бы, симпатичен, наиболее приятен. Это означает, что этот интерес отдаленно перекликается с вашим. И вы в процессе диалога можете, случайно, в кавычках, перейти уже на свой интерес. И если вы сделаете это ограниченно, то мужчина будет уже интересоваться вашими интересами. И ему это будет так же ярко, для него это будет так же увлекательно, как и то, о чем говорите вы. Даже если сами по себе эти интересы достаточно, ну, разные. Вот именно за счет такой подачи вы сможете увидеть человека и своими интересами тоже. То есть, вы даете понять мужчине, что, как бы, ну, ну, ваш интерес, они не настолько уж далеки от его. И это, наверное, сближает. Это очень сильно сближает. Следующий момент, который нужно раскрыть, заключается в том, что вы понимаете, чего мужчина вообще, говоря, хочет. То есть, что ему нужно? Веселье, там, от вас, серьезность, интеллектуальный разговор, наоборот, легкий, непринужденный. Может быть, это что-то еще, например, там, флирт, шутки, какие-то обмен, там, подковами. Может быть, словесная игра, что-то еще. То есть, вам нужно понять, что мужчина больше всего любит в разговоре. И вот это ему давать, активно давать, чтобы мужчина получал то, что он хочет, но при этом вы сбрашиваете, может быть, вот ему вообще не писать. А вы знаете, если вы общаетесь с ним, не будучи в отношениях, то есть, вы еще просто вот знакомые люди, которые общаются. Вы не парень, а девочка. То в этом случае нужно оставить, как, пору, то есть, чтобы примерно равное количество писали вы первые и равное количество писал вам мужчин. То есть, чтобы не было такого, знаете, перекуса в чью-либо сторону. Потому что тогда кто-то из вас будет испытывать неудовлетворение. И поэтому по поводу вот именно того, значит, стоит ли много писать, я вам скажу так. Вот если видите интерес мужчины, да, вот написали, допустим, один раз, первое. Видите интерес мужчины, ну, пообщались, пообщались, перестали. В принципе, логично предположить, что молодой человек сам вам напишет. При этом разговор, ну, если заканчивай, хоть обязательно словами. Если будет время, пиши, буду рядом с тобой пообщаться. Но это нет ничего плохого. Это абсолютно нормальная фраза, вежливая, самодостаточная, то есть, без намеков, без чего бы то ни было такого. Люди, являющиеся, ну, самодостаточными, они нормально это воспримут, без специфических чарств. И мужчина будет знать, что вы не против того, чтобы он вам написал. Мужина будет знать, что вы, наоборот, будете рады его слышать, видеть и читать. И он, если ему с вами действительно интересно, он вам напишет в следующий раз, он будет дать ему первую. И вы вновь здесь уже отреагируете дверками. То есть, как мы говорили, что если мужчине вам интересно, то вы увидите этот интерес, вы даете какой-то задел на будущее. А в случае, если вам, мужчина, пишет, вам также нужно проявлять радость, проявлять оживление и показывать своими сообщениями, то вы действительно очень рады, что мужчина вам написал. И это будет для него стимулом писать вам в дальнейшем. Что касается много, именно того, что много, то, понимаете, много для каждого свое. Все значит много. Много сообщений, большие они по объему, или их много по количеству, это не совсем понятно. Главное, чтобы было интересно, главное, чтобы вам было не скучно, главное, чтобы это было естественно. Да, то есть, чтобы общение по переписке не занимало больше времени, чем нужно. И, как вам правильно сказал коллега, лучше старайтесь все-таки побыстрее перевести это общение в реальное, потому что виртуальное общение, оно все-таки узкое, и оно не позволяет выражать те эмоции, которые люди выращают при реальном общении. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok